От этюда к картине, так называется, новая выставка в Ульяновском музее Пластова. На ней представлены два подлинных мировых шедевра мастера из фондов Государственной Третьяковской галереи «Ужин тракториста» и «В деревне». Картина «Ужин тракториста» впечатляет своим исполнением. Всех действующих героев, отца тракториста, его сына и дочь освещают лучи закатного лилого багряного солнца. И мы понимаем, что для Пластова именно люди труда стоят на первом месте. Но судьба картины «Ужин тракториста» складывалась драматично. Впервые картину Пластов написал в 1951 году. И тогда на выставкоме она была подвергнута такому слишком пристрастному обсуждению. И в итоге эта первая работа находится в Иркутском художественном музее. Отправили ее туда, ближе к Дальнему Востоку нашей страны. Но спустя 10 лет работа Пластова была оценена. На самом деле ее не забывали. Мы видим, что весь ужин тракториста – это молоко и хлеб. И члены выставкома посчитали, что не может так скудно питаться человек труда. Однако Пластов знал жизнь сельских тружеников изнутри и изображал ее такой, какая она есть. В 1961 году Аркадий Пластов сделал авторскую копию, которую заказала Государственная Третьяковская галерея. Картина в деревне была написана Пластовым в 1962 году, тоже в родной Преслонихе. Другое ее название – «Кружка молока». Картина в деревне «Кружка молока» в полной мере символизирует то, что представлялось тогда символом крестьянского счастья, достатка, стабильности. Мы видим здесь просто фундаментальный, практически на весь холст образ коровы. В советские годы не зря ее называли корову-кормилица, потому что с коровой крестьянская семья понимала, что у них есть вера в будущее. Вокруг коровы вертится весь крестьянский мир. Женщина с мальчиком, теленок, кошка – все в ожидании молока. А перед коровой чудесный натюрморт из капусты, свеклы, огурцов и других корнеплодов, что снова подчеркивает достаток крестьянской семьи. Со слов Николая Николаевича, впервые его дед задумал эту работу, когда еще в таком возрасте, 5-6-7 лет, был сыном самого художника. А когда он ее реализовал в начале 60-х годов, то изобразил уже своего внука. Прошло около 30 лет. Экспозицию дополняют этюды к этим работам из собрания семьи художника.